Чикаго, я тут. Все спасатели следовали со своих вышек и не дают слова. Я остаюсь! Я буду здесь жить! Шли третьи сутки, я все пытался зайти в воду. Неожиданная встреча с Гуглом. Все, гетто спит. Я его найду, меня не остановить. Друзья, привет! С вами Кост. Мы в Чикаго. Сегодня будем покорять все пути брата-2. Всем фанатам этого фильма русского рока. Надеюсь, меня не забанят на ютубе за то, что я хочу сделать. Погнали смотреть Чикаго. Вчера я целый день прогулял. Ну, как целый день. После обеда я отоспался немножко, реально я устал после дороги. Дорога была тяжелая. Выспался вечером, походил по набережной. Она крутая. Мичиган рулит. Путь наш пролегает туда. Это наш транспорт. Дантаун. Погнали! Посмотрим. В 8 утра на улице никого. В воскресенье. Только бегуны местами бегают. И велосипедисты педали крутят. Прекрасный город Чикаго. Я, кажется, отказался отмок педали крутить. Вот мы на набережной. Тяжело, правда, после столько лет найти все эти места, потому что много чего перестроили, поменяли, насадили. Ну, примерно где-то здесь Даня шел навстречу большому городу. Слушаем музыку по данным улицам. Это круто. Чикан, ты прекрасней. Но даунтаун меня сейчас привлекает больше. Я хочу окунуться на 4-й мост от Мичигана, найти улицу Смэрлинг. Надеюсь, снежка никто в Кунделей не даст ему. Снежок, пошли. Спасибо, Аскар, за транспорт. Очень помогает передвигаться. Снежком я абсолютно не прошел. От дома до даунтауна где-то километров на 16-18, смотря как еще ехать. Еду кайфу. Я, правда, отвык от этого крутить педали. Погнали дальше. Погнали дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Отель Трампа. Трампа Трэшноходов. Здоровый. Посвящается офисным клерком. Жилой массив с парковкой. Выглядит интересно. Бен, это Данила. Я иду сейчас под эту музыку, тут. Это круто. Бен. Бен. Это Данила. Бен. Я нужна помощь. Вы гангстеры? Нет, мы русские. Большие. Большие. Большие поезда. Ни берега, ни снад, ни берега, ни снад, все начинать сначала. Тут круто. По ощущению, что ты где-то реально в мафии сейчас. Брат, 2 и мафия. И мы не обманули. Это Даня Фокус-32. Новостей. Бен, который сбил Данила. Сейчас найдем место, где его сбили. Господи. Господи. Извините. Попел найти лестницу, во которой я поднимался наверх. Спасибо ей за идею Антоха. Но, к сожалению, ее уже демонтировали. Поэтому я начинаю просто так. Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок. Полик. Кажут колоссов. Пит, небо, многое. Это все мое. Родное. Это родина. Моя. Пошел мелкий дождь. Надо не портить вид. Но я не скажу, что теперь тепло. Очень свежо на велике двигаться. Ну ладно, нас не испугать этим барахлом. Погнали. А, неадекватные люди. Только, что женщина сдавала назад, и рахвеначила машина. Стоп. 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 Поехали! Так, погода вообще что-то не повезла, такой ливень тягачит. Я хожу мокрый насквозь, но меня этим не остановить. Я хочу найти скамейку, где он издал брата. Я уже где-то рядышком. Забежу эту парковку, где-то думаю, какой мост слева-справа, нужно определиться. Я его найду, меня не остановить. Дальше идем. Промохнем насквозь, но мы сделаем это. Еще пару мест хотя бы найти, будет круто. А, ну погнали, хватит болтать. Дождь тиши не встанет, судя по прогнозу. Все, я нашел ту самую скамейку. Правда, как обычно, идет стройка, всякая фигня. И по фильму все намного ярче. Колонны все уже пооблезли. Реально, много лет прошло. Сейчас посадим свои булки на скамеечку здания и посидим. Вот та самая скамейка. Туман все больше опускается. При высоте ничего не видно, все затянуто. А где продают автобусы? Когда у тебя мало места в городе, строишь дорогу в три этажа. Первый ярус, второй и третий. Великий, реально круто передвигаться. Я бы пешком столько не обошел в Донтауне. Сука, наверное, дядюшка велосипед мне перевез. Реально красиво. И, как обычно, мне везет с эпичностью этого города какого-нибудь. Увидеть его в тумане, затянутым. Такой, о, чувак, давай иди отсюда. Погода не очень. Нас голая жопа не напугает. Так, надо объехать необъятные попы. Где? Где? Так, Чикасский музей для детей. Блин, я без цепи не могу байк нигде оставить. Так что без остановок байк не покидает нас. Погнали. Sorry. А-а-а. Ну все, с первым падением меня приземлился удачно. Чуть-чуть только локоть поцарапал. Остальная фигня. Блин, больше перепугало. Езжал передний тормоз, его тена приземлился. А, пойдем пешком ходить смотреть, раз нельзя на байке. Красная набережная, большое колесо обозрения. Толку на него сейчас в сети нет, потому что я даже конец его не вижу. О, Каздар. Секси-шпекси. Пофотаться. Лайнер местный. Потихоньку причаливает. Речной патруль гоняет сам коп на скутере. Ну и эти ребята на большом катере. Как говорят местные русские гонщики, пушка-гонка. Для погонять по воде. Сеодок. Ну, видно, здесь просто так пока припарковали. Все катаются с другой стороны. Здесь такой резерв стоит. Передавно, конечно, дождик. Ливенький катер вот такой нереальный чудо-байк. Сейчас поедем дальше в даунтаун, покатаемся. В принципе, уже объехали все, что хотели. Погода не очень холодно стала. Я подмерзаю. Овцы с собой нет. Хочется спать. На этой лавочке чуть поспал. Но надо крутить дальше. Погнали. Так и ездим. Чикаго, я тут. Проходит шоколадная фабрика. Такой запах офигенный. Аж есть захотелось. Из даунтауна я уже уехал. О, я нашел офис гугла в Чикаго. Да, я думал, правильно, лучше, где стоит офис. Гугл. Не знаю, на промзону похоже. Ну, это гугл. Неожиданная встреча с гуглом. Вот эта улица. Тебе как звать-то хоть? Все было тут. Мир уже совсем по-другому выглядит. Нежели чем в кино. Нет такого гетто, как было раньше. Стал культурным местом. В целом прикольно. Еду по Несаповому лучшему району. Это стопудово. Хорошо, сейчас еще. Абет все гетто спит. Я никому не интересен. Если сделать то же самое вечером, то мое приключение на своей булке тут найду. Но мы так делать не будем. Мы вам просто проехать. Русские не сдаются. Тяжело поверить, что тут снимали фильм в кино. Кафе, все так цивилизованно. Нет атмосферы, которая была в кино. Я думал, что Чикаго это реально как-то братье. Должно быть такое гетто и всего вокруг. По факту здесь все по-другому. Здесь же Чикаго это другой город. Здесь нет того гетто, который здесь был раньше. Все культурно и мирно. Дяд, едят. Ну ладно, поехали, Маркадин. Еще одно местечко, знаю, тут можно найти. Для лучшей картины мне не хватает кожанки и сумки вместо рюкзака. И вот оно. Картина уже, конечно, не та на здании. Но это именно то самое место, где брат приехал осматриваться. А вот тут легкая дрожь присутствует. Потому что она чувствуется, что есть именно то место. Атмосфера того места. Ладно, на этом наше путешествие по местам брата заканчивается. Я объехал все места, которые хотел, которые нашел. На сайте Кипикабу нашел клевую статью, которая помогла мне это все найти. Ссылочку оставлю там, можно посмотреть с фотками. Сейчас рваной обратно к пляжу. Все-таки хочу искупаться. В Мичигане я... Он все-таки теплее, чем Тихий океан. И надо окунуться в него. Погнали. Ехать, правда, далековато. Килантр 20, его пыли вглубь. Сейчас нахожусь в украинском районе. Тут везде Украина, Украина. И все такое. Погнали. Наш чудо-транспорт перевезет нас много куда. Я уже устал педали крутить, если честно. Дороги трындец просто. Приближаюсь ближе к Мичигане опять. Все затянуто облаками в тумане. Подальше было хорошо. Ну и тут, в принципе, прикольно. Я скоро себя уже видеть перестану. Не то, что там дальше. Дома уже не видно. Все, что повыше. Я не знаю, что это. С оленями ухода и моей статуей. Реально, моя статуя. Скорости переключать надо. Все в тумане. Я наконец-то доехал до дома. Туман еще сильнее. Я хочу покупать. Не знаю, вы. Все купаются вокруг. И я буду. Все спасатели следуют со своих вышек. И не дают плавать. Типа нет и все. Нас этим не остановить. Пойдем чуть дальше. Глубоко мы заплывать не будем. Так, пятки помочить. Не будем их грознить. Отойдем туда за пирсик. Там уже ничего не видно. Неудобно с велом идти. Ну все, пора купаться. Какая же все-таки холодная. Ветрики в сутки я все пытался дойти в воду. Все же нахолодная. Честно говоря, она теплее, чем даже в алойте. Чу-кен. Реально я в воде. Стою и мне не так холодно. Сейчас надо положить в камеру. Нормально поплавать. Камера реально сделать неудобно. Ну что ж, друзья. Приключение наше с Чикаго на сегодня подходит к концу. На завтра благодаря мешане вроде получилось договориться поехать на траки в Вашингтон. Будет прикольная движуха. Ни разу не катался между городами так на траки. Будет круто. Впереди тысяча миль, которые нужно будет преодолеть неизвестно каким человеком. Возможно, мы доедем даже не в Вашингтон, а в Венсильвании где-то выбросят. Дальше добирайся как хочешь. Но это уже будет другая история. Сегодня все. Я доволен сегодняшним днем. Кайфанул, покупался. Насмотрелся кайфовых мест в Даунтауне. Почувствовал фильм «Брат». Послушал русского рока. Это было круто. С вас лайк, коммент, что вы обо мне думаете. И какие-нибудь советы можете тоже давать. Я ко всему прислушиваюсь, к любому мнению. И подписывайтесь, если вы еще не в теме. А я пошел уже отдыхать. Я, честно, подустал сегодня.